Сегодня много говорят о профильном обучении, уже разработаны общие положения, где раскрываются цели и задачи данного нововведения. Вчера на совещании актива района перед присутствующими с информацией о профильном обучении выступила замдиректора РГСУ Карачач Ханалиева, которая подробно рассказала о том, как данное новшество будет вводиться во все учреждения и организации. Сегодня мое выступление будет связано с модернизацией в образовании, то есть профильностью. Подготовка к этому вопросу ведется уже очень давно, с того момента, когда высшие учебные заведения начали сдавать отчеты в Министерство образования и науки о модуле трудоустройства выпускников и мониторинге. Все это связано с выпускниками высших учебных заведений, где они работают, работают ли они по своему профилю. Что такое профильность? Профильное образование – это образование по соответствующей специальности. В трудовой книжке может быть написано только то, что написано в дипломе. Работать не по профилю скоро могут запретить. Депутаты интерпретировали предложение Владимира Путина ввести образовательные профстандарты для государственных организаций. Поправки в трудовой кодекс станут обязательными для госучреждений с 2016 года. Согласно этим поправкам, покинуть свой пост придется многим чиновникам, которые работают не по профилю. Всем остальным дают время подумать о выборе профессии до 2020 года. Ведь теперь определяться раз и навсегда придется уже в 17 лет. Если в школьные годы хотелось сниматься в кино, а в 40 лет хочется стабильности. Для того, чтобы стать директором театра, например, нужно получить второе высшее образование. Никто не спорит, что профильное образование нужно врачам и пилотам самолетов, педагогам и архитекторам. Но, конечно, никто и не думает нанимать слесаря на работу хирурга. Занервничать придется менеджерам и работникам социальной сферы. Ведь именно здесь, не по профилю, работают 60-75% людей. На эту работу идут чаще всего непрофессиональные управленцы и специалисты, которым нужно руководить. Депутаты Госдумы считают, что закон, запрещающий работать по специальности без профильного образования, пойдет только на пользу нашему народу. Недаром их поддержали и работодатели, и профсоюзы. Мы с вами, наверное, хотим все-таки лечиться у профессиональных врачей, учиться у настоящих учителей и стричься, в конце концов, у профессиональных парикмахеров, а не у самоучих. Закон начинает работать с 2016 года, только пока еще в госслужащих, в госструктурах. Для всех остальных это начнет работать с 2020 года. Есть время подготовиться, есть выход. Нужно поступить учиться на второе высшее образование, чтобы получить, или переподготовка. Госдума до конца года может принять поправки в трудовой кодекс, согласно которым работодателям запретят принимать на работу людей, не соответствующих профильному стандарту по своей специальности, в частности тех, у кого нет нужного профильного образования и стажа. Что такое профстандарты? Профстандарт описывает квалификацию, которая нужна человеку, чтобы работать по той или иной специальности, от дорожного рабочего до руководителя, управляющего организацией в атомной области. Планируется, что профстандарты разработают для 805 специальностей. Список далее будет расширяться. Каждый документ детально описывает для каждого человека должностную инструкцию, и что он должен уметь и знать. Кто пишет эти профстандарты? Есть два варианта. Работодатели могут проявить инициативу и сами разработать профстандарт за свой счет. Некоторые профстандарты разрабатываются по госзаказу. Конкурс проводится на сайте закупок и оплачивается из федерального бюджета. В специальные рабочие группы входят люди из профсоюза, института, представители компаний, некоммерческих организаций и другие. Каждый стандарт Минтруда оформляет в виде приказа и выносит на общественное обсуждение и вывешивает его на сайт единого портала раскрытия информации госорганами. И в конце документ должен утверждаться Минюстом. На кого будут распространяться поправки о профстандартах? Депутаты еще не закончили работу законопроекта. Сначала предполагалось, что обязательным применением этих стандартов будет только для тех, кто работает на госслужбе. И если эти люди будут повышаться по лестнице, станет только для государственного сектора, для чиновников, для врачей, для учителей, для работников госкомпаний и других. Однако профильный комитет Госдумы не захотел ограничиваться только госсектором и предложил распространить требования на всех работодателей. Депутаты пообещали внести нужные поправки ко второму чтению. По данным, все это будет работать уже с 2020 года. Кто и зачем придумал вводить госстандарты, то есть профильность? Разработать профстандарты, естественно, поручил наш президент Владимир Путин одним из своих майских указов в 2012 году. В Министерстве труда говорят, что в России образование не учитывает реальных требований рынка. Работодателям приходится заново обучать своих людей. С этой целью высшие учебные заведения работают по профессиональной переподготовке и повышению квалификации. Наш филиал РГСУ, который находится по улице Батер-Мурзаева, 127, продолжает функционировать. И мы продолжаем набор на дистанционное обучение по следующим специальностям. Это юриспруденция, экономика, государственное муниципальное управление, менеджмент, управление персоналом. Также у нас ведется учеба по дополнительным программам образования. Это переподготовка и второе высшее образование. Также повышение квалификации людей. Профессиональная переподготовка ведется по 26 направлениям. При окончании получают диплом в государственном образце. Повышение квалификации ведется по 14 направлениям. Обучение проходит на базе нашего центра. Это дистанционно, либо по видеосвязи. Подробную информацию по поводу доп. образования можно получить у нас в филиале по адресу улица Батер-Мурзаева, 127. Хотелось бы сказать огромное спасибо администрации района, в частности Жамбулату Шадеевичу, за понимание в этом вопросе, за сотрудничество и за поддержку. Если у вас будут возникать вопросы, и вы хотите подробно знать информацию, можете подойти к нам, мы вам все объясним. Что ж, это сигнал для всех тех, кто работает без профильного обучения на тех или иных должностях. Там же в РГСУ можно будет пройти и обучение, а также повышение квалификации. Продолжение следует...